Пещера Здравствуйте! Мы находимся просто в восхитительном месте. Эта горная деревня называется Пещера. Пещера. Название такое происходит из-за церкви, которая расположена глубоко в пещере. Когда-то в этой пещере скрывались от захватчиков. Деревня это моя родная деревня. К сожалению, не остался дом моих дедушек, бабушек. Но иногда мы сюда приезжаем. Расположена эта деревня на горе, которая находится близко от Олимпа. Называется Осо или Кисавос. Старое название. Красоты невероятные. Представьте себе, что сейчас внизу... Внизу я имею в виду наш город Ларису. Мы на высоте 850 метров. 38 градусов жары. А здесь 24. 24 это на солнце. Можете себе представить, какая прелесть. Красиво, невероятно. Воздух просто сказочный, роскошный. Здесь вот такие таверны расположены. Ну и, разумеется, разные насекомые летают. Ну и раз уже речь зашла о греческих деревнях, немножечко расскажу еще об отношении к девочкам, к дочерям. Здесь относятся с большим восхищением. С момента, когда рождается девочка, она слышит только превосходные формы. То есть ты звезда, ты красавица, лучше тебя никого нет. Она слышит это не только от родных, но и от всех, кто встречается по дороге и начинает разговаривать с детьми. Обращение здесь вообще такое очень любезное. Всегда превосходные формы в основном. Ну и девочки, разумеется, вырастают с довольно высокой самооценкой. Если привыкаешь с детства слышать, что ты самая-самая-самая красивая, умная, лучшая, так и вырастаешь. Вообще в обращении приняты такие ласкательные формы. Допустим, если двое мужчин, двое парней разговаривают, очень часто можно слышать «мой парень», «ты мой мальчик», «красавец», «богатырь». Это не воспринимается иронически, это нормальная форма разговора. То есть, как говорил мой знакомый, разговаривает ласково. Вообще, конечно, это хорошо, когда люди в разговоре хвалят друг друга. По крайней мере, поднимают и настроение, и самооценку. Но красота невозможная, просто невозможная. Я стою сейчас на солнце, и вот поверьте, что мне не жарко. Таверна называется Тобугази. Насколько я понимаю, если судить по фамилии, владелец её – мой дальний родственник. Ну, тут, в принципе, в деревне все родственники. Или дальние, или близкие. Очень всё вкусно. Кстати, в Фейсбуке у него есть страница. Очень интересные фотографии, особенно зимой. Здесь заваливает буквально до двух метров снег. Ну, вот владелец таверны, он в маске. Пойдём и внутрь таверны снимем. Посмотрим. Уезжаем из этой прекрасной деревни. Погода замечательная. Время мы провели просто прекрасно. Чего и вам желаю. Спасибо. 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 Спасибо.